Спасибо за эту возможность. Рад послужить и поделиться той радостью, что есть у меня. Сразу нужно предупредить, что поскольку я здесь в Донецке, то здесь Zoom работает только через дополнительную программу, и временами, вот я заметил, меня просто закрывает конференцию, выкидывает из неё, и где-то минута, чтобы вернулся обратно. Поэтому, если вдруг я пропаду, то знайте, что это так надлежит тому быть. Война происходит. Да, и через какое-то время вернусь. Но я постараюсь сегодня, может быть, не так долго, побыстрее, чтобы меньше этих было. То есть где-то так, минут семь, может быть, восемь, десять и выкидывает. То есть будет пару раз. Ну, дай Бог, чтобы всё мирно там прошло, и чтобы вернулся здоровым и также с улыбкой. Слава Богу, спасибо. Мы с вами в прошлое, вернее, вы-то давно уже начали изучать книгу «Откровения», а христиане вообще давно изучают с тех пор, как она появилась только. Но мы вместе с вами, я к вам присоединился, прошлую пятницу мы немножко пообщались, и сегодня ещё несколько мыслей продолжим из таких вот важных моментов, акцентов, которые мне интересны, важны они для откровения. Ну и, может быть, вы знаете чего-то, чего-то, может быть, повторение будет, что-то для вдохновения, закрепления. Как вы думаете, вот когда мы смотрим на Библию, на Священное Писание, по сути, вся книга полна историй, и книга «Откровения» тоже касается истории прошлого, настоящего, будущего. Бог заинтересован в истории, Он нам что-то о ней рассказывает. Вот на ваш взгляд, что в истории Бога интересует? Что Ему интересно? О чём Он нам рассказывает? Зачем она, история, нужна? Он же не рассказывает о том, как наука развиваться будет, когда машины там появятся, техника, ещё что-то. Он не просто рассказывает о государствах, когда какое возникнет, появится. Это не история политических государств, да, политическая история мира. Как вот видишь, помните, когда-то была такая карта всего мира, политическая карта мира, по-моему, так она называлась, большая, настенная, в детстве, помню, у нас висела. И там разного цвета все страны были, мира СССР самая большая и другие страны. Но нет такой истории в Библии, чтобы вот просто рассказать историю всех стран. Какая Бога интересует история? Вот на ваш взгляд. История церкви. История Божьего народа, верно? История веры. История веры. Спасение. История чего? Спасение. История спасения. То есть Бог представляет историю, как Он действует в истории, чтобы спасать свой народ. Вот это Ему интересно в истории. Об этом она пророчество все, об этом эта история о том, как Бог будет действовать, как действовал в прошлом, как будет действовать и будущее об этом. Вот об этом. И книга Откровения, она тоже об этой истории, о том, как Бог действовал в прошлом, и подобным же образом Он будет действовать в будущем. Спасая свой народ, исполняя свои обещания, как Бог будет действовать в истории. Поэтому вот с этой точки зрения и мы можем увидеть, что в Откровении неоднократно включаются такие картины, какие-то части Откровения, как будто они ни с того ни с сего вот врываются в часть Откровения, из святилища. Заметили вы, что вот эпизоды из служения во святилище там присутствуют. Зачем они? Как они относятся к истории? Вот идет-идет какая-то история, какие-то пророчества, пророчества о церкви, что-то развивается, и вдруг раз, а какая-то картина из того, что происходит во святилище, в небесном даже святилище. Вот это имеет значение, неспроста оно присутствует. И вот такие вот части из служения в святилище, они что-то особенное Бог этим хочет передать. Вот интересно проследить в книге Откровения, через это тоже определенная весть передается, вот путь Иисуса Христа в книге Откровения, во святилище, как он представлен там. И когда мы за этим посмотрим, то мы увидим нечто интересное. Например, как вот это служение в небесном святилище представлено в книге Откровения. Путь Иисуса Христа в небесном святилище. Начиная с первой главы до последнюю, тоже весть через это передается. Потому что святилище вообще, зачем оно было дано? Какова цель святилища была? О чем оно говорило людям, народу? Помните назначение его? Присутствие Бога, наверное. Присутствие Бога, а еще план спасения показать. Как Бог спасает человека? Как Бог решает проблему произошедшую? А проблема в чем? Разрыв между Богом и человеком из-за греха. И вот теперь, как Бог решает эту проблему, наглядно показывается на примере святилища. А святилище, оно только пример, только иллюстрация того, как в реальности это спасение происходит через Иисуса Христа. Верно? Потому что все символы святилища указывали на исполнение во Христе. То есть, святилище – это вот эта наглядность того, как Бог спасает человечество через Иисуса. Теперь это же самое святилище присутствует в Откровении. Та же самая весть во святилище. Как Бог решает проблему греха? Как Бог решает этот разрыв с человеком? Как Он приближает, возвращает человека к себе? Какой цели Он это ведет? Как Он этого достигнет в истории? Об этом книга Откровения. И о том, как Бог свое желание и стремление, чтобы быть с людьми, реализует в истории. Потому что святилище было дано с этой целью, помните, да? Чтобы обитать с вами, он говорил, и буду обитать с вами. И вот картины святилища в Откровении – это весть о том, что Бог по-прежнему желает быть со Своим народом, и Он есть со Своим народом. С этого и начинается книга Откровения. Первая глава, помните, где Иисус? Он не там, в бесконечной вселенной, где-то далеко, а Он, благодаря служению Иисуса, Он рядом, Он близок, Он между церквями, Он с церковью находится тут, где она есть. Вот это первое. Теперь вот движение Иисуса Христа во святилище, какую картину оно представляет в Откровении? Святилище, вот эта религиозная сторона в Откровении и жизни народа Божьего прошлого, связанного со святилищем, она вот в трёх таких три темы, три направления, которые они представлены здесь. Первое – движение Иисуса Христа. Первая глава начинается, описывает то, как Иисус входит во святилище небесное, да? Он входит туда, и Он… Где мы Его видим? В первом отделении Он там у светильника, Он с ним что-то делает и совершает. Затем мы видим в четвёртой, пятой главах это посвящение, помазание святилища, начало служения, действие этого святилища как центра спасения. В восьмой главе Откровения ходатайственное служение Христа представлено. Вот затем в одиннадцатой главе – суд. Пятнадцатая глава Откровения здесь прекращается служение ежедневное в небесном святилище. И девятнадцатая глава идёт уже прославление Бога за очищение, за спасение. И двадцать первая глава там мы видим скиния Бога с человеками. Цель достигнута. То есть мы видим от начала Откровения Иисус входит во святилище, двигается через него, и при чём-то движении его в небесном, описывается как вот это совершение плана спасения в реальности, вот в жизни церкви, которая на земле. Это вот святилище в Откровении, через структуру Откровения показано. Теперь есть ещё. В Откровении мы видим первая часть Откровения больше связана с ежедневным служением священника во святилище, а вторая, начиная с одиннадцатой главы, часть Откровения связана с судом уже больше. Вот эти две стороны здесь представлены. Вот было в служении священника в земном святилище три основных действия, которые он совершал постоянно, каждый день. Вот с этого начиналось, это непременно происходило. Что он делал каждый день? Оно называлось постоянным, ежедневным служением. Поправлял светильник во святилище. Затем приносил в горду все сожжения, да? Агнца приносил каждое утро, каждый вечер, каждый день это было постоянно. И третье, он угли эту уложил в кадильницу, и фимиам этот воскурял там перед, туда, перед завесой и туда перед ковчегом. Вот эти три действия, которые священник совершал. Мы Иисуса видим в Откровении, который делает эти же действия. Мы видим его у светильников, и он поправляет светильники. Помните, что он говорит Ефесской церкви? И церквям послание это передает. Покайся и твори прежние дела твои, а если не будешь, то я приду и сдвину светильник с места его. Его задача священника была поправить светильник, подчистить, фитили вот эти направить, масло подлить, проверить, не коптит ли он, ясно ли свет от него идет там. И вот этот свет Иисус тоже самое делает и в церкви. Очищает ее, заботится о ней, чтобы свет от нее яркий был. И вот это служение, служение церкви, как мы видим через книгу Откровения, оно имеет значение для Божьих действий в истории. Вот церковь представляет определенную вот эту миссию здесь среди человечества, как эти светильники, да, высвет миру, говорил Иисус. Когда священник, каждый день он с чего начинался, он входил во святилище, поправлял светильник, затем отворял главные ворота, кстати, это, помните, четвертая глава, и открылась дверь, он увидел открытую дверь на небе, Иоанн. Затем он приносил агнца в жертву, в пятой главе там достоин агнец, заклонный, принять честь, славу и так далее. Затем кровь вкрапил к основанию жертвенников всесожжения, священник во святилище, и мы видим там у жертвенника, помните, кровь мучеников, которая вопиет и требует, просит об отмещении. И после этого звучали трубы, которые говорили о том, что жертва принесена, жертвоприношение произошло. Это вот ежедневное служение в этом заключалось. В первой части откровения мы видим эти же самые действия. Господь ходатайствует за свой народ, спасая его. Бог видит его страдания и отвечает на его молитву. И как он отвечает на молитву? Как раз вторая часть откровения показывает Божие действия и его ответ на молитвы его народа, на ходатайство Божие. Переход там идет к ежегодному служению, начиная, открывается святое святых, виден ковчег завета, священник ходил туда, да, раз в год только, ковчег завета, и здесь уже язык идет, судный язык. Дня очищения, трубы звучат предупреждающие, и суд происходит. Суд, как ответ на молитвы Божьего народа, на его ходатайство, вот эти трубы в откровении, это ответ на прошение Божьего народа, чтобы Бог вмешался, вступился, ответил на молитвы, спас, и Бог тем самым говорит, я начал уже действовать, я слышу ваши молитвы, я их вижу, я знаю, и я уже действую. Вы посмотрите, история идет к своему завершению, я веду эту священную историю, не просто идет история, а история Богом управляемая, история вот с точки зрения святилища, она управляема оттуда Богом и закончится спасением его народа. Итак, первая часть книги, это посредническое служение Христа, а вторая часть это судные дни, финальные события истории. Вот книга откровения эту весть несет, что Бог за свой народ стоит, и Бог закончит эту историю, история им пишется, им направляется и управляется. Ну и третье, что мы видим, где еще в чем святилище в откровении, вот чтобы показать еще раз эту связь Бога со своим народом, что Бог верен своим обещаниям. Это ежегодные праздники, которые были в Израиле, и вы помните, эти праздники связывали обычную жизнь народа с духовностью, с Божьими действиями, Бога вплетало в их жизнь. Они когда радовались там урожаю, они должны были в краб прийти, помолиться и вспомнить, что это благодаря Божьему благословению, Божьему участию. Вот праздники постоянно среди года возвращали их к мысли о том, что без Бога у них не будет радости, не будет благословения, им Бог нужен, Бог везде был в их жизни. И вот в книге Откровения присутствует тоже несколько этих праздников есть. Мы Пасху видим в самом начале, да, Пасхальный, Агнец закланный там, смерть Иисуса Христа в первых главах Откровения. И в первой главе нигде так много не говорится о смерти Иисуса Христа, как в первой главе книги Откровения. Во всей книге Откровения так много не говорится, как в первой главе. Вот Пасха там. В четвертой, пятой главе Откровения Пятидесятница. Праздник Пятидесятницы. Кстати, интересно, что первая Пятидесятница, знаете, когда была отпразднована? Когда было начало служения в земном святилище, там в пустыне. Первая Пятидесятница, это тогда было на 50-й день, после того, когда они вышли оттуда, Бог дал им откровение Моисею о святилище, и вот там первая Пятидесятница, и начало служения в освятилище было. И помните, с чем оно началось? Откуда огонь появился там на жертвеннике? Сошел с неба. Сошел с неба, совершенно верно. А помните Пятидесятница в Откровении, что было связано на земле, что произошло в Пятидесятницу? В 50-й день, если я был где-нибудь... Что было на земле тогда, помните, на Пятидесятницу? И молились. С апостолами что было? Они собрались вместе, они молились, и произошло сошедствие Духа в виде огня. Господь явил свое присутствие в виде огня, сошедшего на землю. И это тоже было в Пятидесятницу. Пятидесятница еще как день дарования, вот празднуют иудеи, как день дарования Торы, то есть Пятикнижия, Бог откровения вот это дал. Не начало служения в святилище. На Пятидесятницу евреи обычно читали исход, девятнадцатую главу, там это вот перед Синаем описание того, вы народ священников будете царственное священство. Описание. Это и Езекииля первая глава, где описывается престол Божий, вот эти животные пред престолом Божий, Херувимы и Серафимы. Это же самое мы видим и здесь в Откровении четвертая, пятая глава. Описание Пятидесятницы. Начало служения в небесном свете. Служат спасение нашего народа. Затем семь труб после этого идут, а трубы звучали, предвозвещая начале суда, судов и дня искупления, что близится день спасения. Трубы, семь труб, которые звучат. Кстати, вы знаете, что в течение года, там, когда начинался на Пасху, звучала первая труба, и потом каждый месяц звучала труба, звучали трубы. И вот в седьмой месяц, первый день месяца, опять звучала труба, только это была седьмая труба, которая возвещала о близости судных дней и дня искупления. И в Откровении семь труб, которые звучат и предвозвещают близость суда, что суды Божьи совершаются, и грядет окончательный суд, и народ должен покаяться. Когда народ Божий в прошлом слышал звучащие трубы, это им напоминало о близости суда и о том, это призывало к покаянию их. И напоминало еще о том, что Бог слышит их молитвы. Если вы числа пятую, по-моему, пятая глава, там, описывает, пятая или десятая, описывает трубы, когда Бог повелел трубить трубами, в каких случаях трубить, и там есть еще такой момент, это вот связано с ходатайственными молитвами, что когда вы будете трубить, то вы будете услышаны на высоте. А это как раз таки вот говорит о ходатайственных молитвах. Когда мы о чем-то просим, ходатайствуем, Господь слышит и отвечает, и вступается за свой народ. Вот здесь в откровении трубы они напоминают о тех трубах, о том, что Бог слышит свой народ, они предупреждают о грядущих судах и призывают людей к покаянию. Поэтому в конце, когда вы смотрите там шестая труба, в описании, в конце ее идет описание того, что и когда происходили эти события, то люди вот от этих всех бедствий, но не покаялись от дел своих. То есть цель этих труб, цель Божьих действий привести к покаянию. Но кто-то покается, а кто-то нет. И затем заканчивается в книге Откровения, как и вот этот цикл праздничных праздников в Израиле заканчивался, последний праздник был Кущей. Вот они когда радовались, торжествовали, что Бог, примирились с Богом, вот и такой праздник был. В книге Откровения это начиная с 14 по 20 главу вот эти трубы, суды, и потом 20 глава Откровения, 21, 22, это вот как раз таки, когда уже праздник с Божьего народа, пальмовые ветви, и вот эта победа, которая произошла, Бог теперь со своим народом. Урожай уже собран, теперь можно радоваться, праздник устроить, теперь Бог обитает со своим народом. Вот эта весть, которую мы видим, вот языком святилища передается книга Откровения. Для чего? Для того, чтобы передать ту же самую весть, которую передавало и святилище. Бог хочет быть со своим народом. Это его мечта, это его стремление к этому, и он все делает для того, чтобы это осуществить. Он хочет быть с вами, он хочет быть вашей жизнью. Иисус ходатайствует за свой народ, за свою церковь, вступается за них, слышит их молитвы. И суды, которые совершаются на земле, в чем мы можем их увидеть? Язык судов, знаете, в чем он выражается? Если посмотреть от Ветхого Завета, начиная с книги Второзакония, и затем у пророков это повторяется, у Иисуса Христа в Евангелии от Матфея 24 главе, Марка 13, Луки 21, там он языком Завета говорит, суды Завета в чем проявляются? Войны, говорит, меч будет поражать, потом, говорит, голод будет, потом, говорит, звери будут поедать, земля, да, будет восставать. И о чем? А Иисус добавляет еще землетрясение, то есть возмущение земли. Вот это язык судов Завета. Иисус говорит, перед пришествием Бог будет вот так, вот таким образом действовать, и цель всегда этих судов для чего была? Посмотрите книгу Второзакония. Чтобы народ покаялся, вспомнил, что благоденствие приходит от Бога, а коль у меня нет урожая на поле, значит, я потерял благословение, а чтобы его вернуть, что нужно сделать? Покаяться нужно, к Богу вернуться. Вот такова цель была. В этом цель проповеди Евангелия. Вернуться к Богу, чтобы вернулись в благословение. Вот эта книга Откровения, цель ее вернуть Божий народ, спасти, вернуть Господу и подарить Ему ту радость жизни с Богом. О чем говорит нам история, которая управляется Богом? Что события, происходящие в истории, не спонтанны, не случайны. То, что сегодня происходит в истории, нам может быть непонятно, иногда нам может быть неприятно, можем противиться каким-то событиям, но книга Откровения говорит, Бог управляет историей, Бог управляет большой историей, и Бог управляет малой историей жизни каждого человека, а потому мы видим деяния Божие, когда Он спасает, когда отвечает на молитвы, и таких опытов множество. Каждый из вас может поделиться этим, как Бог вмешивался в вашу жизнь. Не должен был, потому что последствия грехов, закон, причины и следствия действуют, но Бог, проявляя свою благодать в ответ на наши молитвы и ходатайства Иисуса Христа, вмешивается, совершает чудеса и нарушает естественный ход вещей. Вот это как раз о благодати Божией, о святилище, которое действует в нашей жизни. История показывает о чем еще? Что она управляется Богом и управляется согласно плану спасения. У Бога есть этот замысел, который Бог исполняет в истории и непременно доведет его до конца. И конец, вот помните, в прошлую встречу мы говорили, какая главная вещь книги Откровений? Второе пришествие Иисуса Христа. Этим начинается книга, через всю книгу идет и этим заканчивается. Вот Господь в этом нас убеждает, что непременно это совершится обязательно в свое время и Господь к этому ведет историю. Потому нам нужно смотреть на будущее с оптимизмом, как и в книге в Евангелии от Луки, помните, написано, когда вы увидите все это сбывающимся, тогда, говорит, выпрямьтесь, восклонитесь, такое слово. Выпрямьтесь. Почему? Потому что приближается избавление ваше, говорит Господь. Поэтому книга Откровения, она еще раз утверждает нас, расширяет вот эти предсказания Иисуса из Евангелий, более подробно показывает, как Бог будет действовать, как Он действует в истории и приведет все к этому избавлению. То есть история, да, оно кажется, что ухудшается, жить стало хуже, появилось больше болезней и становится хуже жить, экономика хуже, мы чего-то теряем, благоденствие теряется, но о чем это нам говорит, это не должно нас удручать как-то, в уныние повергать, это люди, не знающие пророчеств, не знающие Евангелие будут так реагировать. Знаете, как о людях написано? Вот, Евангелие от Луки. Как-как? Люди будут издыхать. Точно, так и есть, Луки 21 глава. И люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Люди от страха умирать будут, потому что от опасения, от того, что происходит, неуверенности. Но Божий народ не так. И тогда увидят, написано, Сына Человеческого, грядущего на облаке силу и славу. Когда же начнет следующий стих это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Две возможности, две реакции на происходящее. Одна страх, неуверенность, уныние, печаль, ропот, недовольство. Другая реакция людей, верующих в Евангелие, пророчества, знающих книгу Откровения и доверяющих Богу, знающих, что Бог управляет историей, что Он ведет историю вот в этом русле спасения, святилища, оттуда диктуется история и пишется история, небесное святилище, история спасения совершается. Эти люди смотрят с оптимизмом, с уверенностью, потому что Бог направляет историю к спасению. Господь говорит, когда все это увидите, знайте, что близится ваше избавление. Вот второе пришествие близко. И в завершение вот такой обзорный момент. Откровение 2-3 главы, 7 посланий, 7 посланий 7 церквям. Бог там вести посылает, чтобы приготовить народ, приготовить народ, чтобы были они защищены, избавлены от судов, которые будут изливаться на землю. 6-7 главы, дальше уже потом, 7 печатей описывают проповедь Евангелия для этого мира теперь, для всех людей, чтобы призвать их к покаянию, и реакция описывается людей на проповедь Евангелия. Там отвергать будут, будут умерщвлять миссионеров, преследовать проповедников Евангелия, там помните, души убиенных, свидетелей Иисусовых под жертвенником. И так будет длиться до Второго пришествия. Будет Евангелие проповедоваться, и противостояние Евангелию будет открытое, сильное, но будут те, кто будут принимать, те, кто отвергать. Когда люди отвергают Евангелие, приходит меч в их жизнь, последствия этого. Война, разделение, Иисус говорил, да, меч и разделение приносит он. А когда есть меч, а, нет, сначала он говорит, что там, да, по-моему, кровавый конь идет, красный, потом идет конь бледный, да, голод несет, а потом черный, да, последний черный, или наоборот, черный, а потом бледный смерть. Черный голод какой-то, а потом смерть. Это как бы вот эти вот последствия. Нет слова Божьего, когда отказались, приходит голод, но голод не только духовный, голод благословений, лишения Божьей защиты, и в итоге гибель. Вот эти главы, семь печатей, это весть, это Божьи деяния для этого мира, чтобы открыть им Евангелие, открыть весть и привести к покаянию. После этого идут, ну, в четвертой, пятой главах мы говорили об этом, история в Божьих руках, кульминация истории торжества, спасения. После трубы идут, семь труб, трубы, которые вот призвать к покаянию, уже такие суды, разные потрясающие действия, Вселенную, Землю, пугающие где-то, чтобы людей всколыхнуть, чтобы они поняли, что без Бога они пропадут, земля возмущается, вот вся сотрясается, и мы в прошлый раз вспоминали, да, вот обращали на некоторые, только некоторые моменты, что с землей сегодня, ее трясет, землетрясение каждый день, вот, и сегодня за эти сутки опять 118, по-моему, землетрясений сегодня было по всей земле, каждый день больше сотни землетрясений. Вы помните, у Исаии, кажется, есть, или Иеремии, пророков, вспомните, где, что земля колеблется, как пьяный, помните, то он тоже о будущем говорит, о ее состоянии. Вот, трубы, это вот как раз такое вот деяние Божие, когда он допускает эти суды, чтобы пока еще предупредить и дать возможность покаяния. Ну, а после этого, когда уже идет к все самому последнему, к завершению, кстати, трубы, это еще и ответ на молитвы народа Божия, что Бог слышит ваши молитвы о возмездии, о справедливости, и вот он уже начал действовать. Поэтому войны, которые происходят сегодня, голод, землетрясение, все это нам говорит о том, что Бог отвечает на молитвы, он уже действует, и что он приближается к земле, второе пришествие Иисуса скоро. Он идет, чтобы спасти свой народ. Ну, и заканчивается откровение вот этими семь последних язв, когда уже Божьи суды, показывающие, что он, Бог истинный, наподобие, знаете, суды над египетским, в Египте были, они параллельны, вот эти семь последних язв, язык, который используется там намеренно, язык такой же, как язык судов исхода, язв, которые были во время исхода в Ветхом Завете Божьего народа. Для чего? Чтобы показать, что Бог, действуя так, он освобождает, это уже завершающее событие, он выводит свой народ с этой земли. Но еще, для чего были суды в Египте? Помните? Если посмотреть, там написано, Господь произвел, совершил суд над богами Египта. Бог показал, что надежда египтян и всех, кто надеялись на тех богов египетских, она бесполезна, пуста, потому что это не боги, это идолы, они не могут помочь, они не могут спасти. И вот суды, которые будут совершаться уже последние, Бог тем самым покажет себя, что вот есть истинный бог и поправление, вот как, скажем он, победа над ложными богами, на которые надеялось человечество. Это семь последних язв. И заканчивается уже новым творением. В следующий раз мы еще посмотрим с вами отдельные моменты, я вам покажу из отдельных глав книги Откровения, вот которые несут вот такую надежду и особые Божьи Откровения. Это так, обзорный такой был сегодня взгляд. В целом, на книгу Откровения, чтобы увидеть, как Откровение показывает Божьи намерения, его действия ради своего народа. Еще один момент такой короткий. Интересно, если посмотреть вести семи церквям, семь посланий, помните, там во второй и в третьей главе Откровения, то в каждом, для каждой церкви есть обетование. И вот для первой церкви в Ефесе одно обетование, для Смирной два обетования, дается Пергам три, Феотира четыре обетования, Сардис пять, Филадельфия шесть обетований и Ладики одно обетование. Но в этом одном там все вбирает себя, потому что написано и побеждающий будет сидеть со мною на престоле. И вот с первой Ефеса до Филадельфии двадцать одно обетование, семь по семь и последнее вот такое объемное полнота обещаний Бога для своего народа, который он совершит благословение, что приготовил для своих детей. И эта суббота, которая у нас уже наступила, это тоже особенный день, в который Господь приготовил особые благословения для своих детей, которые с ним в завете, чтобы напитать их, чтобы вдохновить, поддержать и благословить. Какой вывод мы сделаем сегодня? Господь управляет всем происходящим на земле, потому что он вседержитель, и вся история земли подчинена Божьему плану, в котором главная цель и назначение спасти его народ и возвратить к себе. Вот это Господь делает для нас, и это он нам через книгу Откровения показывает. А остальные детали в Откровении это вот такие вести от Бога, как он исполняет, как он подсказывает что-то нам, чтобы исполнить вот эту свою цель главную в нашей жизни. И вот в следующие может быть две или три встречи еще буду с вами, когда отдельные такие вот яркие моменты из книги Откровения поделюсь вместе с вами. Вот о Божьем участии и Божьих благословениях, которые он для нас приготовил. Последнее предложение. Путь Иисуса Христа во святилище небесном в чем состоит? Он идет на встречу к нам. Иисус входит в небесное святилище, и когда он из него выйдет, завершая служение там, он возвращается к народу. Священник, завершая служение ежедневное, которое завершалось во святилище ежегодным служением, когда все это совершалось, святилище, народ очищался, тогда священник выходил к народу и благословлял его. И вот служение Иисуса на благо нам каждодневное. И потом служение суда, которое он совершит, закончится чем? Тем, что он вернется к нам, чтобы благословить нас и принесет свое благословение. А это главное благословение и будет в этих всех обещаниях, обетованиях, которые он дал своей церкви в Откровении в том числе. Причем, смотрите, 21-22 обетования есть в посланиях семи церквям, а потом есть еще семь блаженств в книге Откровения, от первой до последней главы. И вот Господь обещает, я благословлю вас, исполню то, что обещал в вашей жизни и наполню вашу жизнь блаженству. А главное блаженство будет в том, когда вы будете со мной, я буду с вами. Когда восстановится вот эта мечта Бога. И этим заканчивается книга Откровения. все скиния Бога с человеками, я буду вам Богом, а вы будете мне народом, будете моим сыном и моей дочерью. Пусть эта Божья мечта и его благословение исполнится в нашей с вами жизни. И в эту субботу в том числе, потому что этот день он особенный. Это день, который Бог великий, который больше всей вселенной. Кстати, сегодня я тоже во время проповеди об этом рассказывал, до созвездия Орион, до созвездия Орион, до самой ближайшей его части, тысяча, минимум тысяча, не меньше тысячи триста световых лет. А световой год, вы помните, это расстояние, которое свет, а скорость света, помните, 300 тысяч километров в секунду. Так вот, световой год, это расстояние, которое свет проходит за 365 дней. Каждую секунду он пролетает 300 тысяч километров, одна секунда, две, три. Так вот, за целый год сколько он пролетает? Что-то девять с половиной триллионов километров за целый год световой. А до ближайшего конца созвездия Орион, как предполагается, где Господь находится, до центра вселенной, 1300 световых лет. Так вот, чтобы самый быстрый космический корабль, который у нас есть, долетел до самой ближайшей звезды от Солнечной системы, не до созвездия Орион, а до ближайшей звезды, вот здесь, которая к нам, самая Сириус, или какая-то там еще. Ему нужно будет лететь, а там всего 4 световых года, 4 года, не 1300, 4 года световых. Ему лететь надо будет 10 тысяч лет. Но Господь говорит, а я приду к вам скоро, быстро, не замедлю, приду, чтобы вам помочь, чтобы прийти к вам на помощь, и я хочу, чтобы вы были, где я. Вот этот огромный разрыв между Богом и человеком, Господь говорит, я хочу его сократить, я хочу обитать вместе с вами. Уже сегодня, и в эту субботу произойдет вот это чудо. Бог вот этой бесконечной вселенной, огромной, которая даже не вообразить, насколько она огромная, он больше этой вселенной, он очень далек, он над всей вселенной, он говорит, а я к тебе приду, ты для меня настолько дорог, что вот в эту субботу я буду у тебя в доме, я буду рядом с тобой, я буду в твоих мыслях и в твоем сердце, и завтра я тебе кое-что приготовил и скажу, когда ты придешь в церковь, там, где я буду с церковью встречаться, я кое-что для тебя приготовил, что особенное, чтобы рассказать тебе о том, как ты дорог для меня и как я тебя люблю, поэтому идите завтра в дом Божий с этим предвкушением встреч, помните, как в Екклесиасе написано, что наблюдай за ногой твоей, когда идешь в дом Божий и будь готов более к слышанию, нежели какой-то службе к тому, что ты нам что-то будешь сделать. Благословения вам, дорогие, в эту субботу. Спасибо за ваше... Спасибо, Эдуард, что показал, каков велик Бог. Действительно, это очень огромное, очень огромное. А вы заметили еще одно чудо? А Божий, конечно, в каждую душу. Ни разу не прервалась трансляция. Заметили, что меня ни разу не выкинуло во время этого. Хорошо, это хорошо. Слава Богу, да. За первые 10 минут, пока еще речь о молитве шла, меня трижды выкидывало. Я думал, как будет вот это вот, даже не признать. А вот во время ни разу, да. Слава Богу. Давайте помолимся еще. Добрый Господь и Бог, благодарю тебя за Твое великое слово, удивительное и красивое, за Твою красоту и отношение к нам, за Твои действия в нашей жизни, за то, что Ты желаешь спасать нас и Ты именно это и делаешь. Благодарю за братьев и сестер, за их любовь к Тебе, к Твоему слову и прошу, пусть благословения из книги Откровения исполнятся в нашей жизни и в эту субботу в том числе. А однажды дай нам быть с Тобою в вечности, в близости с Тобой и никогда больше не расставаться. Во имя Иисуса прошу об этом. Аминь. 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 из нас чудесно. Слава Богу. Спасибо, Эдуард. Огромное, огромное спасибо. Слава Богу. Спасибо за то, что Ты согласился, во-первых. И особенно я хочу сказать, Он показал, насколько велик Бог. Действительно, это расстояние многие люди не понимают. А вот Эдуард сегодня так световыми километрами прекрасно все показал. Александр, ты там Олег выложил в прошлый раз. Рекомендую послушать. Там чуть-чуть подробнее есть эта тема. В прошлую пятницу была. Спасибо, Эдуард. Верим и надеемся, что мы проживем еще эту неделю и будет у нас еще следующая пятница и мы будем иметь возможность встретиться. Будем молиться. Следующая пятница тоже будет из Донецка у меня. Ну что, дорогие, приветы сердечные вашим церквям. Все, кто, пожалуйста, если есть какая возможность посещать церковь, не сидите дома, поднимайтесь. Даже если очень трудно и порой не хочется, рекомендую посоветую Эдуарда сегодня пойти, потому что там Бог ждет нас с благословением. с благословением. Спасибо за субтитры,